здравствуйте друзья стиха океанского побережья вот тут за углом побережье зачитываю вам вопрос в ночи меня зовут константин мне 25 лет с дальнего востока света ты слышишь вопрос бутылку поставим это не та бутылка друзья что вы подумали это просто вода значит с дальнего востока вон 25 лет хотел бы у вас спросить совета о том как избавиться от стеснительности это к тебе вопрос и неуверенности ну ты большой специалист так как это очень мешает жизни работаю я в сфере защиты информации уже более трех лет но только удовольствие это не приносит так как нет развития ни личностного не карьерного чтобы не терять время изучаю языки программирования больше всего нравится веб программирования верстка и дизайн английский знаю отлично я еще переводчик еще прошел ваш бесплатный курс по тестированию образование у меня техникум специализация осу и школы иностранных языков с лепикации переводчик как преодолеть стеснительность и выйти из зоны комфорта так как чувствую что это единственно что мне мешает развиваться в плане работы и личной жизни то есть него зона комфорта выходить не хочется плюс стеснительность у меня нет ни девушки ни друзей живой до сих пор с родителями 25 лет парня я стесняюсь как я выгляжу слушай как говорю мне кажется что на меня все смотрят мне уже 25 лет а я еще ничего не добился но это вот зачем он не добился это нехорошо так это неверно хотя понимаю что моя стеснительность это все надумано и что нужно добиваться того чего ты хочешь сейчас а то вся жизнь пройдет в этом страхе и потом останутся только сожаления о неисполненных мечтах и желаниях я не пью не курю бросил курю значит пытаюсь вести здоровый образ жизни и занимаюсь спортом регулярно сдают донорскую кровь приятно думать что ты кому-нибудь можешь помочь хорошее качество очень был бы признателен если бы вы ответили на мой вопрос видео думаю это помогло бы и другим тоже значит фактический вопрос в чем ну как преодолеть стеснительность как избавиться от стеснительности и неуверенности да да мы вопрос приняли все движемся да друзья значит давайте посмотрим на ситуацию константина значит первое что я хочу рассказать есть хохмачка одна я ее несколько раз рассказывал у нас на канале но такое дело что тоже потом значит а может быть я другая значит хохмачка одна читал я одного дядьку который был ему шестьдесят два года вот и он правило такое значит вывел 18 40 60 ты тоже это думает а мне плевать что они обо мне думают вот я буду жить свою жизнь без оглядки на этих людей а в 60 говорит он ты вдруг начинаешь понимать что эти люди никогда о тебе вообще не думали они думают только о себе только о себе света дай 5 до хай фай значит поэтому я сказал бы вот какую вещь значит константин сам себя загнал какой-то такой негатив мы мы не говорим о том как это случилось вообще не знаем как это случилось но во всяком случае он находится в таком состоянии когда он критично очень к себе относится когда они обо мне думают плохо я стесняюсь я думаю а что они обо мне подумали а вот я одет что они думают о моей одежде там и так далее и вот когда значит он говорит о том что как мне выйти из этой зоны комфорта я не вижу зоны комфорта я вижу ступор он на самом деле находится в ступоре у него работа которую он не любит но он на ней сидит у него есть дело которое ему нравится вот там и веб девелопмент там все дела но он им не занимается профессионально то есть он вынужден восемь часов день заниматься черти чем вместо того чтобы заниматься любимым делом соответственно девушки у него тоже нет живет он с родителями и так далее где что зона комфорта это не зона комфортно это просто какой-то вот вот ступор из которого надо выходить теперь безусловно очень важную роль я считаю в этом играет то что он работает на не симпатичной ему работе работа должна приносить радость ну по мере возможности в эти по мере возможности поэтому все-таки живет это видимо достаточно большом городе я не знаю где он там на дальнем востоке хабаровство владивосток ну где-то вот может быть ему поискать работу связанную с тем что он занимался бы чем-то что ему нравится это первое второе тут понимаете мы в пространство в мир вокруг нас посылаем сигналы волны вот эта вот энергия которая от нас в оставшийся мир как бы в остальной внешний мир передается если она радостная к нам тянутся радостные люди если она не веселая но либо к нам вообще никто не тянутся либо такие же не веселые тянутся чтобы начать вместе друг другу понудить поэтому ему важно внутри себя ему надо с собой договориться понимаете вот он считает себя что он какой-то такой неправильный там и так далее он абсолютно нормально классный парень свет ты посмотри он айтишник он занимается серьезным делом он получает удовольствие от востребованного в обществе труда такого как там скажем веб-девелопмент там и так далее он английским владеет правда у него масса совершенно замечательных качеств и вот он как говорит вот меня 25 а я ничего в жизни не добился я вам скажу когда мне было 25 но света не даст собрать она присутствует это был первый день рождения когда я затосковал свои 25 я заканчивал второй университет я работал я на работе на всех досках почета висел и так далее у меня уже то ли вышла то ли уже выходила книжка первая моя там это было учебное пособие для техникумов связи по междугородным телефонным станциям там то есть с точки зрения вот ну как бы большинства нормальных людей то есть непонятно было чем я вообще недоволен но я настолько чувствовал себя не недорасходованным чтобы какой-то колоссальный потенциал а я непонятно что никто а мне уже 25 лет у меня была та же мысль что у вас вот правда и я как бы очень хорошо это все понимаю но при этом я все таки в целом был жизнерадостным мальчиком света света ты полюбил у меня за жизнерадостность или за что скорость да немножко снизу так вот чему я говорю как только вы внутри себя перестанете себя гнобить и говорить что я не такой а найдете в себе массу достоинств которых вас тьма тьмуще понимаете не будете мыслить вот этими категориями вы сразу видеть как вам потянется куча народу и девочки в том числе и там и ребят хорошие тогда появится компания и я вам скажу и родители по-другому к вам относиться будут тоже вот светочка давай ты я с одной стороны полностью согласна с тем что сказал да да на другой стороны тут есть несколько немножко таких аспектов давай значит с одной стороны вот эти вот все затыки да они носят какой-то психологический характер и мы с этим разбираться не можем даже мы не психологи нет но с другой стороны у всего этого есть логическая составляющая и мы вполне со своим разумом можем разобраться потому что все чтобы то это поддается логике да то что мы можем объяснить своему разуму в общем-то готов нас меру способность меру способность первое что я хотел бы сказать это то что все вот весь мир вокруг нас первую очередь зависит от нашего к нему отношения если вы в своей голове считаете что все на вас смотрят и все думают что вы что-то не так то у вас создается вот этот самый ступор коричневого вектора я бы сказала не надо викторами не стоит очень важно потому что это имеет отношение ко всему значит а вот этот самый ступор поскольку вы себе так сказали как только вы себе скажете вот это я почему подумал про эту историю который миша рассказал потому что действительно да миру на вас на плевать и никто не смотрит на вас и никому до вас нет дела а если посмотрит тот через минуту забудет и пройдет мимо как только вы скажете что миру на меня наплевать я сам сам по себе вообще такой хороший такой умный такой красивый такой образованный и все прочее вам сразу станет легче преодолеть свою неуверенность потому что это же сознательная часть это наше отношение как только внутри мозгами повернетесь что другим людям на вас наплевать он сразу станет легче жить нет никакого негатива и идущего в вашем направлении со стороны да это первый теперь второй момент вот почему я начала про коричневый вектор а миша несколько не надо говорить на самом деле надо дело в том что вот то что с вами происходит а сейчас вот в этот ситуация и между праве сказал что это ступор да это ступор коричневого вектора когда невозможно никуда двинуться вообще коричневому вектору трудно начинать новые дела но уже раз начав какое-то дело он его продолжает и успешно делает значит вот для того чтобы из этого ступора выйти прежде всего нужно осознать что он есть а дальше уже нужно думать как из него выходить чтобы осознать что он есть я вам рекомендую пройти во-первых тестирование на сайте бородянского да если нужна ссылка мы дадим вам видео второе почитать книжку да что делать когда коричневый вектор впадает в ступор и когда вы на этом сайте есть книжка да и когда вы обнаружите у себя помимо коричневого вектора еще другие вектора на который вас может быть опором они могут быть представлены но сейчас в этом ступоре вы даже не можете посмотреть что есть вокруг если вы вообще в эту сторону уже пошли света то я хочу сказать что старина фрейд написал созерцая сам себя а он тоже вот такой был и значит и он написал книжку ну статью он написал статью именно об этом вот так вот значит в этом ступоре да в этом самом ступоре поэтому если вы найдете в себе другие какие-то вектора на которые вы можете опереться это вам поможет выйти из этого состояния вот как такого лупа из которого как бы нет выхода и вы спокойненько реализуете все свои мечты и желания но будете понимать что у вас есть коричневый вектор и что вам нельзя себя перегружать не быстрым темпом да не решением многих задач одновременно одну задачку во время да вот допустим выучили английский язык замечательно а теперь вам нужен например маленькая задачка там поменять работу маленький один шажок это один шажок в единицу времени одновременно один я живу с родителями у меня нет девушки у меня нет семьи работа мне не нравится и все и у вас есть такое ощущение что вы находитесь вообще в шквале всего его не знаете куда куда деться и куда подать вам нужно вот именно вам нужно по одному поэтому значит мой совет состоит следующим первое разберитесь со своими векторами да и второе разберитесь со своим отношением к миру вокруг вас я думаю что вам это очень сильно поможет вообще преодолеть все ваши не я думаю что если что-то странное это видимо прожектор стоит уже вот то что справа как в снегу елки посмотрю да это стоит проект работы ты видишь одна полоса закрыта трафик сегодня был очень жаркий день и вот эти люди возвращаются еще и полоса закрыта ну ничего страшно я на полосу не жалуюсь значит у нас вы можете просто на канале сделать поиск на бородянский у нас человек выступал на канале несколько видео у нас было и так далее и там под этими видео есть ссылки на его сайт там на эту книжку дадим дадим ссылку не жалко в общем действительно я согласен со сметой что если бы немножко в это углубитесь это типология психологическая одна из то вы может быть вы выйдете из состояния что вы в чем-то виноваты а скажете себе а ты как я просто вот это я такой я не я не то что виноват просто я такой но я еще и такой и такой тоже вот и тогда решая как маленькие задачки потихоньку вы потихоньку этот клубок распутать это кстати да это неплохо это вам даст некоторое такое как освобождение от комплекса вины вообще от комплекса какого-то что вот вы там что уйдет в чем-то нехорошие как только вы сделаете одно маленькое делится успешно сразу боятся уже уверенность себя а я вот это могу делать и все все выйдет я думаю что у него уверенность в себе есть посмотри он так много дел уже сделал он закончил курсы по там переводчиков по английскому это я не думаю что у него есть комплекс он не может начать дело и закончить он прекрасно делает и начинает и заканчивается в ворохе каких-то проблем да и он думает о чем теперь дело тут и тут не ну как бы сразу много да 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 ну проблемы решать ну что же я хочу сказать когда ты начала там про вектора я подумал что вот как я предпочитаю когда нормальными словами человеческими но в итоге но в итоге но в итоге я послушал я был действительно он может там для себя найти решение вот как конкретно наш константин который вопрос задавал вот у вас все получится просто и самое главное что когда вы будете разбираться с этими векторами учитывая что вас сильный коричневый ветер вам это будет доставить огромное удовольствие во всем этом копаться и разбираться света а вот какая девушка должна была бы вот соответствовать человеку допустим вот не ну как суши конечно же мы ничего не знаем мы не знаем так не знаю как это можно сейчас мы сейчас вам нарисуем портрет девушки я хочу сказать что меня радует то обстоятельство что он живет на дальнем востоке а это такое место где прямо вот естественным отбором собралось много замечательных красивых потрясающих совершенно девочек или у него там есть выбор тем более что он не пьет слушай он не пьет не курит он кровь дает это уже отдельно вот но во всяком случае он он настолько положительный типаж ты будешь он настолько положительный он мечта девушки который хочет там создать семью понимаешь иметь надежного спутника жизни просто просто идеальный совершенно парень вот что-то он себя так звать в порядке все в порядке разрулится да смело движемся в общем познание себя до константину желаем успехов и там как по мере того как клубок будет распутываться вы давайте знать значит мы будем делиться с нашими зрителями вашими успехами счастливо а